Привет, мои дорогие, мои хорошие, мои сладкие девочки-богини! Мы сейчас с вами посмотрим, вы его бывшая богиня, как он вас вспоминает. Мы сейчас на Монаре посмотрим, как вспоминают вас бывшие девочки. Можете загадать нескольких бывших, и мы сейчас с вами немножечко сделаем такой экспресс-расклад на тему вы его бывшая. Давайте посмотрим. Вы его бывшая, как он вас вспоминает. Ну что, поехали, мои дорогие. Четыре варианта. Загадывайте своих бывших, можете нескольких вас интересующих. Именно вы бывшая, когда вы уже расстались, всё, всё пройдено, но вам интересно узнать, как он вас вспоминает. Мне тоже интересно иногда узнать, какими словами меня кто вспоминает. Первый вариант, второй, третий, четвёртый. Первый, второй, третий, четвёртый. А знаете, пока вы выбираете, девочки, я вам скажу, я сейчас вспоминаю своих бывших, да? И вот интересно было наблюдать, например, за своими бывшими, которые находили таких же девушек внешний типаж, похожий на меня, да? И я вижу, например, там на фотографиях или в реале, вижу, как у неё такие же губы, там, либо она как-то выглядит, либо она там блондинка. То есть видно такой какой-то типаж, который они выбирают по образу и подобию, да? И я вам скажу одну вещь. Если следующая женщина, да, девушка, похожа на вас, где-то внешне вам напоминает, то я вам скажу, что значит он вас любил. Вот серьёзно. А если девушка следующая идёт непохожая на вас, да, то тут я вам скажу, ну, по-разному бывает, по-разному. Я просто замечаю, например, когда мои бывшие выбирают женщин, похожих на меня. И вот мои два бывших мужа, девочки, да, они выбрали себе вот блондинок. Одна похожа на меня, другая где-то немножко похожа на меня во внешности, да? То есть один и тот же типаж. Вот такие вот дела. Ну что, давайте посмотрим, вы его бывшая, как он вас вспоминает. Первый, второй, третий, четвёртый вариант. Ну что, поехали. Вы его бывшая, как он вас вспоминает? Первый вариант, девочки. Паша Гнян. Я вам скажу, что у него сексуальная привязка к вам идёт, да? И что он вас вспоминает в первую очередь? Он вспоминает о том, какая вы с ним были в постели. В первую очередь, да, всё, что он вспоминает, это, девочки, то, какая бы вы были с ним в постели, как часто вы занимались этим. Я бы даже сказала, что у Паша Огня есть такая фишечка, да, что он, девочки, передёргивает. Всё равно вы расстались, но когда он вспоминает вас, он передёргивает на вас, девочки. Его даже какие-то интимные отношения могут связаны быть именно с вами. То есть когда он даже занимается с кем-то интимом, он, девочки, вспоминает вас. Либо его очень сильно, дико, сексуально привлекают женщины, похожие на вас внешне и такие же темпераментные, по темпераменту близки к вам. Понимаете? Давайте ещё посмотрим. Вы его бывшая. Как он вас вспоминает? Вы ему дороги, да? Он не говорит, девочки, о вас плохо. Он всё время, ему есть что вспомнить. Есть чем гордиться из той жизни, которая была у него вместе с вами. И он думает о вас, как ни странно. Хорошо, неплохо. Нету такой какой-то ненависти и всё остальное. Я бы даже сказала, что он где-то, когда ему кто-то говорит про вас, он даже горд, что он был с вами. Вы его бывшая. Как он вас вспоминает? А вы, девочки, в курсе, что он ещё поглядывает, как говорится? У него после вас остались какие-то либо ваши вещи, либо ваша фотография, да? И он где-то, это у девочки фотографию, он либо носит с собой, либо она у него стоит где-то, да? Может, даже какая-нибудь ваша не очень хорошая фотка на паспорт, да? Потому что что-то маленькое вот такое вот идёт. И вот это вот маленькое у него есть, да? И он даже и не собирается это выкидывать. Не то, что он там супер тоскует по вам и всё остальное, да? Вы у него напоминание. Я вам тут скажу даже по первому варианту, девочки, да? Один мой, вот раз посплетничаем, то посплетничаем. Один мой бывший муж, он, короче, на флешку закачал все там мои фотки именно, да? И вот кажется, да, мужик закачал. Уже давным-давно там с другой женщиной живёт. Пусть у них будет всё хорошо, да? Но у него на флешке все мои фотки. И он, когда один, он берёт это, пересматривает. А она пару раз нашла, короче, скандал ему устраивало. Но мы общались по этому поводу. И, короче, и он всё равно взял, перепрятал, не удалил ничего, да? А вот перепрятал что-то. Такое вот интересное. А ещё я вот замечала, когда, например, мужчина делает фотографию, да? И кажется, там где-то фотка не получилась, ничего. Или что там на его, например, телефон. А потом он это сохраняет. И вот когда надо чистить память, он берёт, чистит. А вот именно со мной изображение как-то не удаляет. Хотя я бы удалила, что там как-то вот непонятка. Даже не просто там фото красивое, а вот там фото ноги, ну, влезло как-то в кадр, там, в видео. И ваш мужчина тоже что-то имеет, девочки. Что-то имеет, что ему у вас что-то напоминает, и он даже не собирается это выкидывать. Вспоминает вас больше в сексуальном плане, какая вы была. Гордится, кстати, вами. Вот реально гордится, когда ему кто-то вспоминает, что он был с вами. Но таких каких-то сожалений, прям содроганий от мысли, то, что там вы расстались, у него нету, да. Но это может быть даже какая-то дружба у вас сохранится. Если её сейчас нету, то у вас общение потом может возобновиться, и вы можете стать даже какими-то такими, знаете, добрыми знакомыми. Но до поры до времени, потому что всё равно он вот интимную связь с вами не потерял, не потерял. И, девочки, она как-то проявляется в его жизни, да. Либо он похожих находит на вас. Мне так хочется так сказать, что где-то он прячет вашу фотографию, либо что-то от вас, девочки, может, где-то наскрёб ваших волосиков, да, или ещё что-нибудь. И вот это вот он хранит. Какая-то ваша вещичка у него. И он даже, может, никому не будет говорить, что это ваше, да, но он никуда её девать не собирается, и он считает, что это ему надо, да. У него к вам есть сексуальная привязка. Вот так вот, девочки, первый вариант. Мы уже не будем очень долго останавливаться на каждом. Всё-таки мы уже перевернули эту страницу, но всё уже интересно. Второй вариант. Давайте посмотрим. Вы его бывшая. Как он вас вспоминает? Боже ты мой! Рыцарь воды, девочки, выпал. Вспоминает ещё как? И забыть не может. И тоскует. Бусик хочет... Бусик тоскует. Бусик скучает вас. Слушает песенки грустные о том, как вы расстались. Да, у него даже конкретная какая-то песня есть, связанная с вами. Боже мой! Девочки, это какое-то даже, я вам сказала... Вы думаете, что у него нет куклы и какой-нибудь Вуду, которая напоминает ему о вас? О! Вы много чего не знаете. Этот мужчина скучает. Этот мужчина тоскует. У него есть музыка, связанная с вами, которая про ваши отношения, про то всё. Можете даже, если у него есть в открытом доступе какой-то его плейлист, почему бы и нет, почему бы и не посмотреть, да. Вот. Фетиш какой-то есть. У меня такое ощущение, что это какая-то... Как кукла девочки что-то идёт, которая напоминает ему о вас. Вот как кукла. Вот реально кукла девочки. Давайте ещё посмотрим в его бывшие. Вы его бывшие, как он вас вспоминает. У него особо доступа уже к вам нету, да, но он вас вспоминает. Такое ощущение, что вы ему не дадите уже к вам вернуться, ничего, потому что вы более такая земная, практичная, деловая. А он вас уже где-то не удовлетворил, и вы решили, что... А он и не удовлетворит никогда то, что я хочу. А вот в эмоциональном плане он очень сильно на вас, мои дорогие, подвис. Так что он и думает, и вспоминает, и ого-гошеньки у него. Есть даже кукла резиновая, которую он назвал в честь вашего имени, и которую держит где-то под кроватью, либо в кровати. Да, такой интересный, девочки, вариант. Вот второй был. Мы быстро, девочки, смотрим на бывших. Вы его бывшие. Как он вас вспоминает? Третий вариант. Боже ты мой. А вы в курсе, что, девочки, он вас пытается вернуть? Но, скорее всего, это в жизни никак не проявляется, кроме того, как он на вас магичит. Маг выпал, девочки. Он на расстоянии пытается, знаете, завязать эти волшебные узелочки и вернуть вас к себе. Вы его бывшие. Как он вас вспоминает? 21-й аркан мира. По-любому, девочки, магичит. Королева земли. По-любому. Сто процентов. Рыцарь огня. Сто процентов. И влюбленная. Сто процентов магичит на вас этот мужчина. Ой, как магичит. Да. Пытается, девочки, вас вернуть. Я вам скажу так. Когда маги пытаются вернуть женщину, и когда мужчина обычно пытается вернуть женщину. Чем это отличается? Отличается действиями. Когда делает это маг, вы особо знаете, скачете, 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 скачете и не замечаете. Вам кажется, что он как-то действует либо неординарно, необычно, то появляется, то исчезает, то какие-то непонятные слова говорит, вообще непонятные фразы, зачем он вообще объявился, что он вообще от меня хочет. То есть, вот эта какая-то неординарность и необычность его поведения к вам, это, девочки, говорит о том, что он магичит вашу сторону. Дальше. Если у вас все пути закрыты, и вам кажется, что этот мужчина никак с вами, девочки, не связан, то я вам скажу, даже больше. Он либо даже разговаривает с вами, потому что очень сильно такое притягивает. Он как-то зовет вас. Но тут еще четкая магия идет. Вот реально идет четкая магия в вашу сторону. Этот ваш бывший не хочет быть вашим бывшим. Но почему-то у меня здесь такая, как две параллельных жизни идет. Реальная жизнь и жизнь его, девочки. Может, он хочет, чтобы вы, знаете, зависели от него, чтобы вы там кого-то нового не нашли, чтобы вы только, ну, чтобы он был успешнее в жизни, чем вы. Ну, из-за злости, из-за мести это тоже может быть. А еще может быть так, что он пытается вас где-то вернуть. Но его методы, это не методы, такие пошаговые, поступательные методы обычного мужчины, который нючит-конючит женщине, да, чтобы она вернулась, все остальное. Нет. Тут все по-хитрому. Рыцарь и королева пытаются соединить. А еще такой момент. Может, даже не сам он, да, сколько тут какой-то мастер залез. Потому что первый старший аркан и 21-й старший аркан, девочки. Это стопроцентная магия в вашу сторону на воссоединение вас. Причем это может делать сам он, либо он может обратиться к какому-нибудь мастеру для того, чтобы он вас соединял. Либо еще как-нибудь, может, кто-то пытается где-то вас соединить. Ха! Вот такие вот дела, девочки. Это даже нисколько бывшие, его и даже бывшим-то и не назовешь. Этот мужчина, который все равно влияет на вашу жизнь и будет влиять. Вы его бывшие, как он вас вспоминает. Боже, как он хочет. Как он вас хочет, девочки. Как он хочет, чтобы вы ему принадлежали. Мама моя дорогая. А вот смотрите, вы загадали, например, здесь какого-нибудь давнишнего своего бывшего, с которым у вас, в принципе, уже ничего нет. Вы не созваниваетесь, не списываетесь, ничего. А чего вы его тогда-сюда загадали? Вот почему вы вдруг вместо того-нисего загадали здесь этого бывшего, с которым вы не списываетесь, не разговариваете, ничего. Он вот этот наводящий вопрос ничего не говорит. Если вы так сильно по нём ещё скучаете, может, как раз это наведём на это с каналом. Вот. Если чисто из-за интереса, девочки, загадали, то ваш интерес удовлетворен в полной мере. Потому что, как говорят врачи, сейчас всё будет. Ну, не все так говорят врачи, у меня знакомый так говорит. Вот такой вот третий вариант. Тут, в принципе, выводы делать вам. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим четвёртый вариант. Вы его бывшая. Вы его бывшая. Как он вас вспоминает? Луна, голубая луна, голубая. Так его любила голубая луна. Девочки, вы его бывшая. Как он вас вспоминает? Он вспоминает. Этот человек о вас что-то написал. Либо это он кому-то жаловался, там все его слюни, сопли. Он даже, такое ощущение, что у него друг либо друга нарисовались только благодаря тому, что он с вами расстался. То есть, там какой-то есть посвящённый человек, который знает о вас всё и даже больше. Все сопли, слюни кто-то подтирает ему. Дальше, девочки, это может то, что он пишет вам про вас стихи, что-то про вас говорит. Но не просто говорит, да. Это какое-то даже произведение искусства. Белые стихи. Может, не белые. Рифмы какие-то, песни какие-то, связанные с вот этой любовью к вам. А вот это творчество, связанное с тем, что вы у него были. Причём это творчество может проявляться в любом моменте, какие мы творчества знаем. Но ещё такой момент. Скорее всего, он тоже мог найти именно такую жилетку, которая знает о ваших отношениях от и до. Это даже могла быть какая-то следующая женщина после вас, которая прямо аж трясётся и слушает, и внимает, и всё это жрёт, то, что он говорит про вас, какая вы была, такая-то, 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 такая-то. И ещё он может быть вашим именем, даже путает и называет другую эту женщину, либо её зовут так же, как и у вас. То есть он когда говорит, например, её зовут по одному, а он к ней обращается, называя ваше имя. Вот такие вот дела. Вы его бывшая, как он вас вспоминает. Ну, не теряет из виду девочки, да, не теряет. Котик вас из виду, котик наблюдает, как у вас жизнь, как у вас что. Как он вас вспоминает. Ну, он знал, что вы с ним расстанетесь, он знал это, он это принял. Блин, прям какой-то Игорь Николаев по отношению к Наташе Кабаралёвой. Вот честно, все свои лучшие песни написал, как говорится, в разрыве и от любви к Наташе Королёвой. Вот вы, девочки, тоже у него. Такая вот его муза Наталья Королёва, вашему Игорю Николаеву, да? Такой, как вы, у него больше не будет. Да. Но расставание, оно было неминуемо. Он это понимает. Наблюдает за вами. Наблюдает. И будет наблюдать, мои дорогие. Вот такой вот вариант. Все, котики мои, вот так вот мы почесали зубы о наших бывших. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok